Лишние килограммы – неприятные последствия после длительных новогодних праздников. Как правило, многие люди в это время накрывают обильные столы, едят много и не всегда полезно. А вот двигательной активности становится меньше. Некоторые могут все праздники пролежать на диване. В теле накапливается лишняя жидкость, заполняется кишечник. От этого люди могут не только видеть изменения в зеркале, но и ощущать тяжесть, вялость, снижение энергии. Специалисты говорят, что не нужно резко садиться на диету, практиковать интервальное голодание. Нужно потихонечку привести в порядок питание, как оно было до того, как начались эти новогодние праздники, когда появился уже профицит по калориям. И, конечно же, вопрос, как люди питались до этого. Здесь вот сложно сказать, да, какие-то такие общие рекомендации, потому что мы не знаем культуру питания большинства. Самое важное, что нужно сделать после нового года – увеличить двигательную активность. Тренер советует двигаться в любое свободное время и в любых форматах. Это могут быть не только тренировки, но и прогулки на свежем воздухе, катание на коньках или лыжах. В обеденный перерыв можно пройтись до магазина, прогуляться пешком до работы, вместо доставки самостоятельно дойти до магазина. Постепенно нагрузки нужно увеличивать. Человек проходит 10 тысяч шагов. Это активность на уровне комфортной для жизнедеятельности. Вообще это норма. Это не выше того, что должно быть. Это норма, которую человек должен проходить. Но если вы хотите что-то поменять в своей жизни, здесь нужно еще что-то добавить. 10 тысяч шагов – это вот про здоровье. Но мы не говорим для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Общая рекомендация по корректировке питания – снизить потребление сахаросодержащих продуктов, кондитерских изделий и добавить больше белка, если нет проблем с почками, и полезного жира. Лучше всего перед тем, как менять режим питания, проконсультироваться с врачом, сдать анализы, проверить гормональный фон. Если хотите питаться правильно, используя для здоровья, изучайте состав того, что кладете в продуктовую корзину. Люди совершенно не читают то, что они покупают, они не читают состав продуктов. То есть можно выбрать один продукт, и можно выбрать другой продукт. Они будут как бы одинаковые, но если почитать состав, то они будут совершенно разные, даже по составу жиров. Сейчас практически везде у нас есть трансжиры. Трансжиры не выводятся из организма, они, все это у нас остается внутри, на сосудах, ну, еще там много дел. Поэтому, когда вы готовитесь к празднику, вы составляете меню, но попробуйте сделать это меню таким, чтобы минимизировать количество углеводов. Планируйте праздники грамотно. Впишите в свой список правильное меню, пешие прогулки, зимние виды спорта. Главное – не лениться и ввести активность в привычку. В клубе «Артфитнес» тренеры подберут для вас индивидуальную программу тренировок, составят план питания, помогут с постановкой целей. В фитнес-клубе большое количество разнообразных тренажеров на все группы мышц. Позаботьтесь о своей физической форме вместе с «Артфитнес». Улица Лесная, 39.